Всем привет! Напоминаю, каждый, кто внесет донат по ссылке на экране или оформит спонсорскую подписку на этом канале, попадет в начало следующего видео. Сегодня я говорю спасибо зрителям Алексея Тереза, Вилайтс, Питихедж, Артем Шойму, Тимофей Джиггернаут, Асуздан, Слип, ОКТВРУ, Майка, Амурчанин Юрий, Проджект Нельсон, Марк Шварцкоп, Ваваса Дивас, Жаба, Бигтайм Эксперт, Трикстер, Константин Галинский, Экклезиарх и Курьер. А теперь перейдем к видео. Мне всегда интересно почитать в комментариях о том, что любимо лично вами. И сегодня я уже в который раз нарушу свою новомодную традицию с вопросами и просто попрошу у вас написать в комментариях пятерку квестов из первой части, которые очень нравятся лично вам. Будет действительно прикольно сравнить, за что мы любим эту игру. Ну и да, дорогие друзья, в который раз напоминаю, топ является субъективным и отражает лишь мое мнение. Как мне кажется, Fallout и особенно первая часть, они в целом хороши как произведение и все квесты, что находятся в этих играх, они лишь дополняют друг друга, создавая общую картину великолепной игры. Но так бы нам было не очень интересно, верно? А потому на данный момент хочу сказать спасибо за ваши ядер лайки, подписки и колокольчик. Приятного просмотра! На пятой строчке моего топа я хочу разместить квест, который мы можем пройти в свечении. В это прекрасное место нас посылают Братство Стали, и в одном из недавних роликов, в котором я объяснял, почему эти железяки меня бесят, в комментариях кто-то немного не понял. Вроде одна из моих любимейших локаций это свечение, но квест мне здесь не нравится. Нет, дружище, квеста мне как раз нравится, он действительно атмосферный и крутой. Не нравится мне только поступок Братства Стали, которые послали человека за смертью, просто чтобы отстал. Так сказать, ради смеха. Сам же квест в этом топе будет на пятой строчке исключительно потому, что довольно сложно, и если плохо знать игру, то здесь можно умирать множество раз от радиации, от роботов и так далее. В общем, просто духота. Но квест довольно прикольный, ведь именно здесь мы узнаем о Вре, и здесь мы узнаем множество подробностей мира Fallout до войны. Я, как и многие другие, в свое время добравшись до этого места, конечно же в первую очередь помер. Однако, когда более или менее разобрался с механиками игры и тем, как она работает, то получил колоссальное удовольствие. Поэтому квест с поиском жесткого диска для Братства Стали в свечении, это наверняка пятая строчка топа. Четвертое место и, конечно же, поиски водяного вора в убежище 13. Чтобы вы понимали, для меня это было колоссальное впечатление, ведь я нашел эту миссию сам. Просто в какой-то момент вернувшись в убежище, так как не знал, куда идти дальше. А в итоге я спускаюсь на этаж, где сидит смотритель, а там собирается огромное количество народа, за тем, чтобы взять свои фляжки с водой. В итоге поговорил с парнем, который раздавал воду и узнал, что кто-то ее ворует. Я сам додумался до того, чтобы остаться на ночь в этом коридорчике и спрятаться, чтобы обнаружить грязного воришку. Пожалуй, это был один из самых эпичных моментов в моем знакомстве с этой игрой. Конечно, не уровень этого квеста с убийством торговца и его жены, об этом я снимал ролик пару лет назад, можете посмотреть его на канале. Но и водяной вор оказался очень сильным впечатлением лично для меня, малого пацана, который дорвался до компаса с игрой, в которой свободы было столько, что вываливалось через экран. Ну и самое приятное, что было в этом квесте, возможность либо грубой силы заставить человека вернуть воду, либо же сказать ему пару ласковых, так, чтобы тот ощутил всю мощь авторитета выходца из убежища и вернуть воду добровольно. Забавный был квест, очень нравится. На третьем месте я решил расположить квест, который мы можем пройти в Джанктауне. Он связан с конфликтом Гизма и Киллиана Дарквотера. Киллиан — это местный шериф, которому очень не нравится тот факт, что Гизма занимается в его небольшом городке различными неприятными штуками. Гизма же владелец местного казино и зачастую, конечно же, прибегает к помощи различных бан для того, чтобы выбивать долги и делать прочие не особо приятные вещи. Смысл в том, что Киллиан в этом всем человек законный и ему необходимо подтверждение того, что Гизма негодяй. А начинается квест очень круто в стиле боевиков. Главный герой стоит в магазине, как вдруг в него входит некий человек и пытается пристрелить Киллиана. И именно с этого момента так уж получается, но главный герой втянут в борьбу этих двух крупных фигур. Самое крутое в этой миссии, разумеется, вариативность. Можно принять одну из сторон и действительно повлиять на судьбу поселения. Об этом даже расскажут в финале игры. Я уж не говорю о том, что вариативность прохождения этого квеста не заканчивается на выборе Киллиана или Гизма. Любой из вариантов можно по-разному разрешить. Ну а сама возможность лично пристрелить Гизма вместе с охранниками, ну это просто прекрасно. В общем, третье место и квест в городе Джанктаун. На второй строчке, я думаю, необходимо расположить задание за спасением Танди. Совсем недавно мы о нем уже разговаривали, поэтому в памяти еще свежи воспоминания о том, как было круто и вариативно спасти девушку, уж не считая, что можно тупо встать на сторону ханов. И пускай это ничего бы не принесло для главного героя, за исключением того, что главный герой потеряет карму, однако возможность повести себя как последний ублюдок была. Почему же я хочу поставить этот квест на второе место? Так это потому, что чуть ли не первое крупное задание, которое встречает игрока, просто-таки наполнено самыми различными способами его выполнения. Можно и уговорить, и вызвать Гарла на честный поединок, и даже прикинуться его давно умершим отцом. Очень большой пласт вариативности был в этом квесте, и я уж не говорю о значимости его для лора и вселенной игры. Кроме того, этот квест на самом деле олистворяет весь первый Фоллаут наравне с заданием в Джанктауне. Всегда есть выбор, всегда есть альтернативный путь решения, всегда есть возможность сделать что-нибудь такое, о чем ты даже задуматься не мог. Например, надеть на героя кожаную броню и взять в руки копье, а бандитам почудится, что ты их бывший предводитель, которого убил его собственный сын. Это действительно круто. Ну а на первом месте я, пожалуй, расположу... Ну это, как мне кажется, не особо честно, но главное задание с поиском чипа. Это было действительно огромное и незабываемое приключение, которое держало игрока слегка на нервах, ведь вот-вот закончится вода в убежище и нужно торопиться. И учитывая, что мир в игре довольно большой, а где искать водяной чип неизвестно, то игра превращалась в самое настоящее приключение, причем очень скоротечное. Я более чем уверен, что лишь единицы счастливчиков смогли пройти основное задание с первого раза, не изучая при этом гайды. Разумеется, сейчас в мире, где есть интернет и куча солюшенов, пройти игру очень просто. Однако в начале нулевых, когда играл я сам, у меня ушло очень много времени на то, чтобы нормально изучить мир первого фоллаута и отыскать водяной чип, при этом сделав все правильно. Конечно же, после находки водяного чипа начинается главный квест создателем и военной базой, однако это уже был просто оверкилл в плане сюжета, но выходить в открытый мир, ничего не зная об этом мире, искать то не зная чего и не знамо где, это было действительно круто, хардкорно и интересно. Вы проходили первый фоллаут без солюшена? Если да, то быстро справились с игрой? Напишите об этом в комментариях, мне действительно интересно узнать, насколько хардкорны мои зрители, ну и насколько бесполезен в сложных играх лично я. Здесь хотелось бы сделать небольшое дополнение к топу. На самом деле, значимых квестов в первом фоллауте достаточно много, ведь все они были по сути своей предтечей всего того, что мы увидели в серии вплоть до Нью-Вегаса. Почерк первой команды, которая работала над первым же фоллаутом, также можно заметить в недавнем The Outer Worlds. Квесты там есть очень похожие и по наполнению, и по юмору. Большинство заданий первого фоллаута это совсем коротенькие истории, которые позволяют вам побывать в самых разнообразных ситуациях, но при этом все эти ситуации вполне вписываются в общую концепцию игры, абсолютно не убиваясь из общей атмосферы. Разработчики даже удаляли придуманные ими же задания и целые локации, потому что им казалось, что это будет слишком контрастировать с общей историей. И на самом деле очень неблагодарное дело создавать топ квестов в любимой игре любимой серии. Поэтому в этом заключительном слове хотелось бы сказать, что весь Fallout 1 это самый лучший квест, который случался со мной за всю игровую жизнь. И скорее всего это просто синдром утенка, но что уж тут поделать. Ну а на этом, пожалуй, стоит закончить этот, я напоминаю, субъективный топ. Вообще он не особо имеет смысла, особенно учитывая то, что я сказал в начале ролика. Первый Fallout он цельный и не хочется его разбирать на запчасти. Чуть ли не каждый квест в этой игре очень важен для прохождения. И лучше не пропускать ни один из них, чтобы нормально прокачать своего персонажа, найти все лучшее снаряжение и хорошо закончить игру. Ну и конечно же нет ничего лучше, чем прийти к создателю с информацией о том, что его мутанты не могут иметь детей. Ну или достать самое мощное оружие в игре и разрывать его плоть плазмой. Ладно, все, я думаю пора сесть и перепройти первый Fallout от начала и до конца, уже раз в сотый, наверное. А пока я это делаю, не забывайте ставить под этим видео ваши ядер лайки, оставлять комментарии размером более четырех слов для продвижения и конечно же подписываться на канал, после чего теребить колокольчик. Впереди еще очень много интересного, а пока играйте в хорошие игры. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok